перед видео хотел бы уточнить когда делаем лапшу очень желательно перед этим или во время того что будем кушать или перед тем что будем кушать за ближайшее время не кушать хлеб это лично мои мой опыт лично мои выводы но тем не менее хлеб и лапша плохо усваивается поэтому как подсказка обратите на это внимание хотите кушать лапшу не кушайте хлеб если ваш организм нормально это воспринимает тогда кушайте ну вообще лапша и хлеб плохо усваиваются вместе итак начинаем видео всем привет с вами гений погребешки в этом видео я буду готовить лапшу и я буду готовить и так для этого мне понадобится кастрюля трушлаг и чайник значит я сейчас что я буду делать значит первым делом нам надо будет закипятить воду но перед тем что мы это сделаем сначала надо выбрать правильную пропорцию нашего ну сколько мы будем готовить нашего блюда значит правильная пропорция которую я вожу в данной ситуации это где-то полтора у таких блюд это половинка и будет еще одно на целое все одно целое и половинка в принципе все что тут есть как раз не хватит на один раз значит надо закип взять кастрюльку начать надо закипятить воду в чайнике если нет чайника можно в самой кастрюле просто займет больше времени значит я сейчас закипячу воду эту кипяченую воду зале сюда в кастрюлю после того что я ее залил я высыплю все количество лапши которую я буду готовить поставлю примерно на 15 минут опять же почему говорю примерно тут надо смотреть конкретно по вообще я покажу какая она должна быть момент когда я выключать она должна быть такая большая такая маленькая здесь и прямо такая раскрыться прям большой и по сути как бы после того что мы это сделали берем дуршлаг берем это все пересыпаем то что было в кастрюле дуршлаг так вот под водой немножко его делаем и после этого пересыпаем это все в тарелку и после этого можно уже кушать итак приступить так вода закипела я высыпал воду высыпал все то что нужно сюда ну я имею ввиду такое блюдце одно целое и одна половина вообще высыпал сюда очень важный факт поставить надо значит таймер секундомер на 15 минут примерно время которое оно должно быть готово именно это лапша есть разные сорта именно этот примерно 15 минут и такой нюанс что надо периодически его размешивать иначе она вся слепится ее кушать будет неудобно итак просто берем и размешиваем периодически пока вода внутри здесь не начнет кипеть накрываем слегка крышкой слегка это же были зазоры и соответственно когда она закипит крышку можно будет снять и готовить ее без крышки вода закипела можно крышку снять я уже говорил надо размешивать периодически ставим чтобы было побольше огонь на не очень как бы не максимально ну так огонь был и оставляем его дальше все хотел сказать насчет друшлака друшлак перед тем что использовать промываем под водой так вот немножко его трусим после этого чтобы вода немножко стекла это нужно для того чтобы нужно для того чтобы если на друшлаке есть какая-то пыль которую мы не видим чтобы она ушла вместе с водой и так я продолжаю готовить на более поздних этапах приготовления снова включусь и покажу уже какая должна быть лапша чтобы ее выключать ну вот готова лапша вот такой размер должен быть это значит она готова она стала побольше 15 минут прошло я выключил друшлак друшлак положил промыл под водой под крана и после этого положил в тарелку важный нюанс хочу заметить я ее не солил и перец соль никакие другие приправы не добавлял когда уже при обеде когда ее кушаешь уже туда если необходимо можно это все добавить но готовлю я без этого всего без соли без перца и всего остального просто как я сказал делаю и можно после этого кушать настаиваться она не должна как некоторые блюда сразу после того что положили в тарелку и можно кушать единственно так как промывал ее под холодной водой ее можно разогреть микроволновой печки чтобы нагреть всем спасибо за просмотр с вами был евгений погребежский мы готовили лапшу и до новых встреч а